Привет! Вы на канале Кинетический Интеллект. Меня зовут Михаил Дементьев. Я психолог, профайлер, эксперт по невербальной коммуникации. И на этом канале мы с вами учимся лучше разбираться в других людях, наблюдая за их позами, мимикой, пластикой, жестикуляцией. И также учимся управлять своими телесными проявлениями для того, чтобы влиять на впечатления, которые вы формируете в глазах окружающих. Сегодня у нас такой экспериментальный формат разбора. Будет много профайлинговых техник на определение лжи или искренности. И это нам пригодится, потому что мы с вами посмотрим финальную сцену из только-только что прошедшего финала реалити-шоу «Выжить в Дубае». Будет очень много эмоций. Будет Александр Сухоруков, будет Вячеслав Чепурченко. И они будут пытаться понять, кто из них врет или не врет. Финальную сцену я для вас нарезал на 40 фрагментов, в которых детально буду показывать эмоции, как это происходит, как это реализуется через мимику, через жесты, через позы. Один будет обманывать другого, и мы посмотрим, к чему все это приведет. Если вам интересен подобный формат, обязательно дайте мне знать об этом лайком, подпиской на канал, и давайте с вами в комментариях пообщаемся, а как бы вы поступили на месте Вячеслава. Итак, приступаем. Лейсан зачитывает правила. Внимательно. Перед вами две одинаковые сумки, но с небольшой разницей. В одной из них 10 миллионов рублей. У одного из вас будет возможность заглянуть в любую из сумок. А у другого право забрать любую из сумок себе. Хитрые правила, поняли? То есть, они сначала могут выбрать, кто может посмотреть сумку, и другой уже начнет свою игру по поводу того, чтобы или сказать правду, или как-то начать хитрить. И в этом как раз и будет наш интерес. Итак, на что мы будем смотреть? Во-первых, мы смотрим на физические такие показатели. Если в одной сумке деньги, а другая сумка пустая, то, скорее всего, вес будет ощущаться в руке. Мы здесь видим, что достаточно большое усилие предлагает Вячеслав, чтобы эту сумку перетянуть. Понятно, что в другой сумке может быть накиданы какие-нибудь там кирпичи, мусор и так далее, но мы все равно обращаем внимание на вес сумки. В это время Александра пытается прочитать по его лицу хоть что-то. Вячеслав, кстати, профессиональный актер. И сыграть он может все, что угодно. Смотрите, он заглядывает в сумку. И сразу же закрывает. То есть, ему достаточно было небольшого взгляда, чтобы понять, что там лежит. Обращаем внимание на это. Никто, кроме Вячеслава, не знает о том, в какой сумке что находится. Александр пытается его читать внимательно, внимательно, ищет каждую его реакцию. И здесь мы видим, что он, казалось бы, просто уже посмотрел в сумку, и ну все понятно. Но включая такое доигрывание и театральность. Всех запутал, не понимая по-настоящему или не по-настоящему. Добавляется такой пристальный взгляд, что я не понимаю, что там. Деньги или не деньги. Отклоняется немножко от сумки. Лишний раз на всякий случай заглядывает. И что он дальше делает, когда у нас Александр говорит. Ты же профессиональный актер. Да, понимаешь, что бы я ни делать, и будет казаться, что я обманываю. И будет казаться, что я обманываю. Он нейтрализует ее ожидания. Пытается размазать эмоции. Что все равно тебе не удастся меня раскусить. Тебе будет казаться, что я обманываю, потому что я актер. Дальше. Мы видим, что когда он сумку закрывает, мы видим растерянность. Вот это вот дестабилизация. Мы видим удивление. Вот когда у нас приподнимаются брови. Это еще не крайняя степень удивления, но он пока еще не знает, что с этим делать. Он здесь ищет стратегию. И также лишний раз мы обращаем внимание на вес сумки. Если бы она была пустая, невозможно было бы профессионально. Хотя, не знаю, Вячеслав, может быть, и справился бы. Невозможно было бы вот этот вес денег подделать. Это было бы очень сложно. Каждый миллиметр его Александр рассматривает. Пытается понять, что он там прячет, не прячет. Мы видим стрессовую адаптацию его. Вячеслав накрывает одну ладонь другой, потому что, возможно, появляется дрожь. Это нормально. Так работает наш организм в стрессовой ситуации. Он пока еще не придумал, что ему делать. И когда Александр задает прямой вопрос... Задает прямой вопрос, что в этой сумке? Деньги. Мы здесь видим, расширяются ноздри. Смотрите, как это происходит. Дышит спокойно. Перед ответом расширяются ноздри. Обычная стрессовая реакция. Организм начинает потреблять больше кислорода. Обращайте внимание даже на подобные нюансы, когда человек либо в стрессе находится, либо ему комфортно говорить. И, скорее всего, он говорит правду. Мы начинаем видеть, что у него начинают бегать глаза. Хотя, по сути, там ничего, кроме Александра, не стоит. Он мог продолжать на нее спокойно смотреть. Его глаза начинают бегать. Проявляется стрессовая адаптация в виде отшагивания. Он не может больше конфронтировать подобное расстояние рядом с Александрой. Там большие суммы по 5 тысяч. Большие суммы по 5 тысяч. Видно, вот этим отшагиванием он пытается сбавить уровень стресса, в котором он находится. И очень интересно, что он использует большое количество каналов. В данном случае дигитальный, цифровой и цветовой. Смотрите, как это происходит. А 5 тысяч это у нас или розовый? Розовый. Он не просто говорит, что там по 5 тысяч дигитальный канал, а еще и розовый. То есть, чем больше каналов информации использует человек для того, чтобы вам о чем-то рассказать, тем в большей степени вы можете быть уверены о том, что он говорит правду. Если информация такая кусочная, отрывистая, там, скорее всего, что-то не так, и человек просто боится вот эту легенду перед вами озвучить. Чем больше каналов разных, а еще будет 2 канала, тем больше вероятность того, что человек правду говорит. И здесь уже можно было начать его раскосывать. Дальше. Он говорил до этого достаточно много, но в определенный момент он из-за стресса перестает использовать слова. Смотрите. Кроме денег там что-то есть еще. Он здесь даже не отвечает. Просто находится в своих процессах, в своем стрессе. Еще пока не решил, что делать, но добавляет информацию про пакет. Пакет — это, опять же, дополнительная информация для человека, который ищет правду. Если тот, кто дает эту дополнительную информацию и дает ее с такой локализацией, что там не просто пакет, а где он лежит, это, скорее всего, похоже на правду. Пакет. Ну, вот. Пакет, и дальше. Он такой мягенький. С такой. И лежит по бокам. Он мягенький. Он с такой. Видите, сколько каналов добавляется. И осязательный, и аудиальный. Человек, который бы все это выдумывал, ему бы очень сложно было использовать столько каналов. Поэтому вероятность того, что он сейчас говорит правду, она повышается с каждой, каждой его фразой, с каждым его более телесным проявлением. Мы видим, что большое количество стресса он начинает испытывать. Увеличивается количество переступаний. Вот насколько стабильно стоит Александра. Сколько переступаний, отшагиваний у Вячеслава. Поджимается больше нижняя челюсть. Еще добавляются отшагивания на сложных вопросах. И он как бы дает Саше место. Смотрите. Деньги. Да. Там точно деньги? Точно деньги. Поэтому можешь брать эту сумку. Можешь брать эту сумку. Он действительно опускает глаза вниз и дает Саше место. Да. Забирай. Здесь, возможно, он уже начинает принимать решение о том, что он благородно эту сумку с деньгами ей отдаст. Пытается ведущий дальше ее раскачать. Дополнительно стрессовые проявления мы видим. Опять же, видите, у нас раздуваются ноздри. Это очень характерно именно для стрессовых проявлений. И с такой микроулыбкой, легким лукавством. Видите, вот нет улыбки. А вот она появляется. Он мне говорит правду, но вроде бы он слегка лукавен. И я не понимаю. Абсолютно четко Александр поймал это лукавство с легкой-легкой улыбкой. И мы здесь видим также из стрессовых проявлений такое вот учащенное моргание. До того моргания были достаточно стабильны, а тут раз и участились. Видите, сколько нюансов сопровождает наша коммуникация, наше обычное такое общение. И если вам интересно научиться детально в этом разбираться, я вас приглашаю на свой бесплатный мастер-класс «Язык тела. Техники эффективной невербальной коммуникации», который посвящен развитию вашего кинетического интеллекта и лучшему чтению языка тела других людей. В первой части, через очень наглядные видеоразборы участников, вы научитесь управлять впечатлением о себе с помощью своих невербальных проявлений. Вы узнаете, как через свой язык тела транслировать. Уверенность, авторитетность или мягкость и деликатность. Все зависит от ваших целей и задач. А во второй части мы с вами будем учиться лучше разбираться в людях, осваивая базовые принципы чтения языка тела. Я подробно расскажу о том, что такое профайлинг, как он работает и как вы можете применять его инструменты в обычной жизни. Это поможет вам лучше разбираться в людях, видеть их сильные и слабые стороны, выявлять на ранних этапах коммуникации ненадежных, непорядочных людей, не тратить свое ценное время на заведомо бесперспективную коммуникацию и отношения, а также видеть несоответствие в их словах и невербальных проявлениях, «Определять вероятную ложь или неискренность». Чтобы зарегистрироваться на этот мастер-класс, переходите по ссылке в описании к этому ролику, а мы с вами продолжаем наблюдать за этой дуэлью. Продолжает он ее убеждать, но у самого его мы видим большое количество адаптации, такое прикусывание губы. Непросто ему это дается. Ой, как непросто. Больше переходит на грудное дыхание. Видите, когда мы спокойно, мы больше дышим животом. Когда вы видите, что у вашего собеседника вздымается так вот грудная клетка, он переходит на грудное дыхание, уровень стресса его, поверьте, очень увеличился. И в тот момент, когда Александр пытается выбрать сначала другую сумку, в которой нет денег, мы смотрим на реакцию Вячеслава. Такое скрываемое презрение. Ему становится грустно, обидно, неприятно, что выбрана не та сумка, которую он бы хотел с этими деньгами, с Полерновым, отдать Александре. Добавляется еще больше стресса, постукивание пальцами. Он отводит взгляд, он перестает даже смотреть на нее, на ведущих. Это точно последнее твое решение. Очень сложно. Здесь он переживает. Когда мы видим, что губы на одну сторону, на левую, на правую, неважно, искривляются. Вот это презрение к самой ситуации. Не нравится ему это абсолютно, что она может ошибиться и не выбрать деньги. Добавляется еще больше постукиваний, пальцами, краткий бросает взгляд и тут же его убирает. Бросает, убирает. Он не может прямой зрительный контакт сейчас дать. В таком стрессе находится. И когда она говорит, посмотри на меня, выдает, выдает актерский такой. Глубы глаза и мне хочется верить. Хочется верить. И здесь, когда она все-таки уточняет, может быть, в этой сумке деньги, он на этом говорении отводит взгляд. Такой, то ли легкий стыд, то ли я не знаю, что им здесь руководит, но вот благородство сквозит абсолютно. Да. или в этой сумке деньги. Там нет. Смотрите, когда он говорит «да», вот он может смотреть и не говорить, но когда говорит «да», закрывает глаза. И потом, когда тоже говорит, что там нет, там нет. То есть, в те моменты, когда он говорит, ему даже как-то сложновато смотреть Александре в глаза. я это категоризирую как стеснение такое. То есть, он понимает, что он собирается сделать очень благородный поступок, вместо того, что мог бы там хитрить, что-то выдумывать. Он уже все больше принимает решение о том, что он эти деньги и не будет юлить. Я хочу вот эту. У него все равно еще проскакивает такая борьба с желанием самому забрать эти деньги. Как он так хищно, плотоядно все-таки посматривает на эту сумку, подтверждает, что хотел бы ее забрать, что хотел бы ее забрать. Это также говорит о том, что там с большой вероятностью деньги есть. И вот момент принятия решения, когда он все-таки в итоге решает все, я перестаю хитрить, бороться даже в самой маленькой степени я хочу эту сумку отдать Александре. Услышали? Более резкое темпо ритм речи стал. Саш, бери ее. До этого речь была такая более плавная, а здесь послушайте еще раз, как он стал говорить. Ускорилась речь. Бери, правда, возьми ее. И здесь он как раз на этом моменте смотрит такие ее глаза. Все. Здесь он решился, подтверждает. И когда Александр говорит, что да, все-таки я выбираю эту сумку, посмотрите на реакцию Вячеслава. Он уже все знает. Это радость, искренняя радость за другого. Легкое сожаление за себя, все-таки я здесь фиксирую, но как он глазами передает этот приз. Как это круто и благородно. Какая искренняя здесь улыбка и одобрение такое, с легким кивком. Ты молодец. Улыбка искренняя. Видите, здесь такие гусиные лапки появляются. Не просто дежурная американская натянутая улыбочка, а абсолютно искренняя здесь. Искренняя потом. одобрение. Опять легкие кивки. И когда Александр открывает эту сумку, посмотрите, с каким предвкушением Вячеслав смотрит. У меня сложилось полное впечатление, что он вместе с ней эту сумку открывает. Видеть, как другие люди радуются и уметь получать от этого удовольствие. Александр здесь уходит в такое страдание, но потому что я представляю, через что им пришлось пройти и вот на таких тоненьких качелях получить приз еще и настолько благородно по формате от Вячеслава, особенно который вот так смотрит с предвкушением, с искренней абсолютно радостью. Это просто фантастика. И здесь посмотрите, он начинает сближаться до того момента, он больше все так отшагивал, как бы приглашал, Александр давал ей больше места, а здесь он начинает сближаться, присоединяться вот к этим эмоциям Александры. Он хочет быть прямо рядом с ней, разделить эти эмоции. Ну, давай, давай, напитай мне, дай мне тоже ощутить это, но забирай сама. Супер благородно, очень красиво все показал, немножко с ней по-актерски поиграл, но если вы умеете наблюдать за другими людьми, вы бы уже рано-рано его раскусили. Очень красиво. Твоя девочка, которая выиграла это шоу. Выиграла это шоу. И Слава действительно питается вот этими радостными эмоциями. Посмотрите, как он пожирает вот все, что происходит глазами, телом, он весь там. Это и его победа тоже, это и его эмоции, и его приз, как бы так не было. И здесь Александр говорит очень приятную важную фразу, что в решающий момент он не обманул меня, остался мужчиной, человек с большой буквой. Все равно есть еще небольшая у него стрессовая адаптация, смотрите, как это проявляется. Я очень рад, что именно ты победила. И вообще, что мы вдвоем здесь с тобой... Что ты победила, я очень рад, стрессовая адаптация. Это не значит, что вранье. Абсолютно не значит. Это один из способов вот это вот нервное напряжение снять. Почесать нос, погладить себя, успокоить, найти контакт с собой. Ни в коем случае не думайте, что если вы видите, что человек как-то почесывает нос, ага, врет, там ухо почесывает, ага, там пальцы крестиком. Нифига, это так не работает. Учитесь наблюдать за большим комплексом характеристик. Давайте просто послушаем. показались. Ты пример того, что доброта, честность, человечность, порядочность могут ломать любые стены. Мне очень приятно. Очень красиво. И здесь вот такое удовольствие от сопричастности. Увеличен объем темы, тело, чуть больше такая асимметричная его проекция, но глазами он все еще там. Он вот этой сопричастности к тому, что вот все-таки это свершилось, получает огромное преогромное удовольствие. Деньги я не получу. Все, честно, я проиграл. Все равно стрессовые отголоски даже потом, когда они писали, есть, видите, есть такое сокращение сухожилия, неконтролируемое. То, что деньги я не получу. Сожаление есть, но вот этот вот баланс того, чтобы все-таки отдать, сделать благородное дело, я там даже интервью читал, его жена сказала, что я тобой горжусь, вместо того, чтобы там скалкой, как многие бы жены, к сожалению, сделаешь, ах ты такой, где шлялся, где приз. Здесь она сказала, что я тобой горжусь. Мне очень приятно, что такие люди есть, что они доходят до финалов, что они на виду и хочется, чтобы таких людей было больше. Пускай даже они вот небольшие стрессовые переживания потом испытывают, но посмотрите, как гордость в нем все равно проявляется. Я выиграл. Я все равно выиграл. В этот момент приподнимается подбородок. Гордость собой. Как это красиво. и в итоге все радуются. Победительницы третьего сезона. Ах. Дайте знать, что вы об этом думаете. Смогли бы вы раскусить Вячеслава, если бы вот так вот все смотрели вживую, а без возможностей нашей такой машины времени. И может быть, кто-то из вас даже расскажет, а какую бы стратегию выбрал он именно на месте Вячеслава, как бы он запутывал или не запутывал, или сразу бы сказал все, я перед тобой честен, чист, забирай сразу деньги. Или вы бы все-таки что-то придумали свое. Дайте мне об этом знать в комментариях. Дайте мне об этом знать, понравился ли вам разбор, поставив ему лайк, подписавшись на канал. И, как всегда, жду вас в следующих видеоразборах на канале Кинетический интеллект. Меня зовут Михаил Дементьев. Пока!